Дождливое воскресенье не стало помехой для проведения первенства чемпионата Москвы по велоориентированию. На эти открытые соревнования приехали более 250 спортсменов из столицы Подмосковья и соседних регионов. Возраст участников самый разный, а 10 лет и старше. Организатор соревнований – Федерация спортивного ориентирования Москвы. К нам приехало очень много спортсменов элитных. Здесь у нас есть несколько заслуженных мастеров спорта, мастера спорта международного класса, чемпионы мира. И подрастающие поколения, очень много мальчиков, потому что велосипед, конечно, это в основном мужской вид спорта, но девочек тоже много. Соревнования проводились в пяти возрастных группах. Вместе с элитными спортсменами на трассу выехала молодежь. Отдельно стартовали женщины и дети. Каждому спортсмену была выдана карта местности, на которой отмечены контрольные пункты. Задача спортсмена – найти и объехать все контрольные пункты на трассе как можно быстрее. Самую длинную дистанцию, почти 13 километров, предстояло преодолеть мужчинам. Самую короткую – 4,5 детям. Второй год соревнования по велоориентированию проводится с использованием специального электронного оборудования, в которое входит станция, фиксирующая движение спортсмена на каждом контрольном пункте, а также чип в виде карандаша на пальце велосипедиста. Они доказывают его участие в гонке. Кроме того, GPS-навигация позволяет отслеживать передвижение спортсмена с помощью компьютера. Победители и призеры соревнований были определены в каждой возрастной группе. Одну из побед одержал заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион мира по велоориентированию, обладатель Кубка мира Антон Фалифоров из города Коврово Владимирской области. Он проехал трассу длиной 12 километров 800 метров, показав наилучшее время – 45 минут 49 секунд. Интересные соревнования прошли. Я приезжал сюда в прошлом году и в этом году ожидал интересной борьбы, интересных дистанций, хорошего соперничества. Погода немного прохладная. Вначале было холодно, а потом мы в пылу борьбы нагрелись и дальше поехали в своем хорошем темпе. Я практически не столкнулся с ошибками. Одна небольшая, может, секунд на 30-40, а так было все в порядке, карта корректная и интересная дистанция. Соревнования по спортивному ориентированию уже несколько лет подряд проводятся на Дмитровской земле. Здесь для этого созданы все условия – хорошая инфраструктура и замысловатые маршруты с различными препятствиями. В этом году трассу для гонки готовил заслуженный мастер спорта по спортивному ориентированию, 12-кратный чемпион мира Руслан Грицан, проживающий в селе Ильинское Дмитровского района. Я на этих соревнованиях занимаюсь дистанциями. То есть я дорисовал карту, переводил ее в велознаки и планировал дистанции для самых сильных групп. То есть для мужской элиты, для женской элиты, для М17. Тут сложность трассы не из-за того, что много тропинок или густая сеть, а из-за того, что очень большие скорости. И вот на этой большой скорости надо все увидеть, ничего не пропустить, все правильно принять решение. Поэтому, в общем, достаточно быстрое и интересное ориентирование получается. Следующие соревнования по велоориентированию пройдут во Фрязино 19 октября. И на этом спортивный сезон у велосипедистов завершится.